Добрый вечер, хорошего миссадара, хороших известий, дай Бог, чтобы всех Бог берег и охранял, чтобы все были живы-здоровы. Мы с вами в седьмой главе книги Ишаяху. Я напоминаю, что все свои занятия посвящаю памяти возвышению души своей жены Люба Бат Михаэль. И попробуем мы с вами продвинуться в этой очень сложной книге. И я подумал, когда мы уже многое знаем из истории, мы можем с вами вернуться. К первой главе. Немножко. Посмотреть ее. То есть мы помним. Или давайте так. Мы сделаем несколько еще шагов по седьмой главе. Вот. И дальше. Дальше посмотрим. И давайте хорошо, чтобы не это... Извините за такие сомнения. Просто я пытаюсь в главе спланировать. Вот. Вернемся к первой главе. И посмотрим, что здесь происходит. Мы помним, что шестая глава считается избранием пророка Ишаяху. И как бы началом пророчества. Хотя видение настолько сильное, что мы понимаем, что он уже был на пророческом уровне, получал пророчество. Но само избрание происходит в шестой главе. Я напоминаю, в день, когда царь Иузияху заходит в крамлю для того, чтобы принести воскурение, здесь дается Ишаяху сильнейшее видение. Но пророчества у него, видимо, были и до этого. И первая глава, она очень общая, относится ко всем временам. И, скорее всего, была произнесена во времена Ахаза. В тот период, как мы с вами говорили, когда он еще не послал письмо в Ашур три первые года. Он сражается с царями, с Пеках бен Руманьягу и с царем Рацином, царем Дамаска. Но к Ашуру он еще не обратился. И, видимо, в это время, когда он находится на какой-то стадии раздумья, здесь есть это пророчество Ишаяху. Его вынесли вперед, потому что оно очень общее и относится ко всем временам. И, опять же, скорее всего, это первые годы Ахаза. Пророческое видение Ишаяху, сына Амодца, которое он видел у Иудей Рушалайми в дни Узиягу и Тамахаза и Хискияву царей Иуды. «Слушайте небеса и внимай земля, ибо Бог изрек, детей я взрастил и возбысил, они восстали против меня». Всегда сравнивают пророчество Ишаяху это с пророчеством Маше в главе Азима, где он обращается также к небу и земле. Но когда он говорит небо, он говорит «слушайте небеса», он говорит «внимайте небеса, внимайте небеса и слушай земля, внимайте на Ивлите и Азину, преклоните свое ухо». И здесь создается такое впечатление, что Маше стоит ближе к небесам, потому что он им говорит «преклоните свое ухо, я вам скажу как бы наука». И слушай земля, а земле он кричит издалека. Поэтому говорят, что Маше был ближе к небесам, а не к земле. А здесь у Ишаяху, здесь наоборот. «Слушайте небеса», он как бы кричит небесам издалека и «внимай земля» и «изили», а «вец», преклоните свое ухо земля, он ближе к земле. И часто здесь начинают рассуждать о пророческом уровне, что Маше он выше, он ближе к небесам, а Ишаяху ниже к земле. Все это, да, вот тут можно было бы уловить этот момент, это ровным счетом ничего не дает. Ну вот я вышел, скажем, с тем, что Маше ближе к небесам, потому что у него уровень более высокий, а Ишаяху ближе к земле, потому что у него более низкий уровень. Ну с чем я вышел, скажите мне? С чем я вышел? Здесь проблема совсем другая, здесь проблема, настоящая проблема, здесь в подходе одного пророка и другого пророка, если Маше мог говорить как и пророки, то здесь проблема одного пророка и другого пророка, путь одного пророка и другого пророка. Маше, когда он ближе к небесам, то он считает, что все можно исправить с небес. Каким образом? Дать Тору, научить Торе, призвать людей соблюдать законы Торы, вдохнуть в них дух, общаться с ними и таким образом исправить ситуацию. То есть как бы с небес, призывая, говоря об учении с небес, говоря о духе, как бы пытаясь его привлечь с небес и вдохнуть сыновей Израиля. А Ишаяху по-другому. Ишаяху у него другая ситуация, и он ближе к земле в том смысле, что он говорит, что надо исправить свои дела на земле. Нету этой возможности, нет этого времени, нету этого времени, скажем, начинать с изучения Торы, с ее глубин. Нужно прежде всего исправить дела на земле. А без того, чтобы исправить дела на земле, и Тора будет недоступна, Тора не будет понятна. Те люди, которые совершают неприглядные дела, неприглядные поступки, они не смогут понять Тору. И это два подхода. Маше, когда вышли из Египта, когда есть силы, он пытается вдохнуть новый дух народ с небес, так сказать. А Ишаяху прежде всего призывает исправить дела, потому что без этого невозможно будет подняться и на какой-то духовный уровень, и постичь законы Торы. Такой подход он что-то хотя бы дает, он что-то мне объясняет. Дальше. Это как бы самая общая фраза. Детей я взрастил и возбысил, они восстали против меня, взрастил. Понятно, что это больше в материальном плане. Он не возбысил, дал им величие, нам всеми народами. Они восстали на меня. Почему восстали? Разговор как бы долгий, мы много раз с вами говорили. Люди, в принципе, не могут без Бога. Ничего у них не получается. И с Богом им очень трудно. Со Всевышним очень трудно, потому что у него высокие требования. Потому что он кажется как бы давящим. И поэтому людям трудно со Всевышним. Поэтому они часто и отказывались слушать пророков. Детей взрастил и бы развысил, они бы отстали на меня. Отстали, потому что им трудно со Всевышним, трудно выдерживать его требования. И в период первого грамма казалось, что народы, которые живут без Всевышнего, у них свои божества, они достигают гораздо большего успеха. И не лучше ли поступать так, как они, и поклоняться тем силам, которые поклоняются они. Вол знает владельца своего, а осел ясли хозяина своего. Израиль не знал, народ мой не задумался. Вот ведь племя грешное, народ, отехченный кознами, то есть мыслями, такими, когда можно, мыслями направленными на то, что как и что сделают, то, что не соответствует закону, семьи вредителей, сыновья губителей. Очень тяжелые говорят слова Нишаягу. Прежде всего, он говорит о том, что в самой природе заложено какое-то отношение. Даже у животного есть отношение определенное к хозяину. Он знает владельца своего хозяина. он слушает его, он подчиняется ему, своему хозяину. Он откликается на его призыв. Осел знает, кто его хозяин. И аналогия здесь понятна. Даже у животного это есть возможность, способность, она заложена в нем знать своего хозяина. А вы своего хозяина не знаете. То есть даже инстинкт у вас не проявился идти за своим хозяином, подчиняться ему. владельцу осел, осел ясли хозяином своего. Осел знает, кто его кормит. Но вы даже этого не знали, потому что вы шли за чужими богами и полагали, что благословение исходит из них. Исходит от них. Не могли даже понять того, кто вас кормит, кто вам дает благополучие и защищает. Израиль не знал, народ мой не задумывался. Лоид Боненны выделяй. Есть знания. А есть еще уровень задуматься. Животное, оно не может задумываться в том смысле, что оно не может анализировать, понимать. А Всевышний хотел бы от своего народа, чтобы они не только шли за ним из страха, не только шли за ним, чтобы он дает им блага, но чтобы они задумывались, чтобы они понимали его свойства. Без понимания не может родиться отношения по любви, чтобы они задумывались и понимали, кто такой Всевышний. И когда человек задумывается, размышляет и о Всевышнем, и о том, как сотворен мир, у него, как пишет Рамбам, как раз только так и рождается любовь ко Всевышнему. От животного этого требовать нельзя, в животных этого нету, а вот народ мой не задумывался. «Вот ведь время грешнее, народ, отягченный кознями, семя вредителей, сыновья губителей». Семя вредителей, то есть это уже в поколениях, в поколениях входит вот это вредительство, в том плане, что без Всевышнего человек не может ничего сделать, и он разрушает все вокруг себя, прежде всего он разрушает общество. Сыновья губителей разрушают то, что было построено теми, которые губят, то, что было построено поколениями, которые были до них. Оставили Бога, гнушаются святым Израиля, отпрянули назад. «Зачем вас бить еще? Вы только больше сторонитесь. Каждая голова больна, и каждое сердце скорби». Сейчас речь шла о каком-то понимании и усыновлении связи с народом на основе понимания, или попытка, скажем, или нежелание народу понять. Они хотят понять, бьют. Но тут есть очень печальная ситуация, и наказаний тоже не понимают. Но наказание не откликается, и приходит к моменту, зачем вас бить. То есть момент очень тяжелый. Зачем наказывать? Тогда ничего не осталось, тогда просто надо оставить, и все бросить, оставить, если ни через понимание, ни через битье ничего не устанавливается, никакой связи со Всевышним, то дальше бить незачем. Зачем бить еще? В мире не существует, у Всевышнего нет битья, чтобы отомстить. У Всевышнего есть наказание для того, чтобы человек понял, или народ понял, обернуть его на правильный путь. А если не понимает, то незачем бить. Вы только больше сторонитесь, отходите дальше от Всевышнего. Каждая голова больна, и каждое сердце скорбит. Здесь голова понятна, что это может быть образно. Голова болит в том плане, что ничего вы не понимаете, каждое сердце скорбит в печали, и это вас не приближает к тому, чтобы начать искать какие-то пути. От ступни до головы нет места, целого без раны и ушиба, и удара недавнего. Не смазаны они раны и ушибы, и не перевязаны, и не размягчены оливковым маслом. Страна ваша пустынна, города ваши созданы огнем, земля ваша при вас чужие поедают ее, и пустынна она, как перевернутая чужими, когда все опрокинуто. И здесь мы можем с вами представить эту ситуацию на время Аказа, когда происходят эти нашествия Рацина и Пекаха бен Рамальягу. И осталась дочь Циона, как шалаш виноградники, как сарай на бахче, как город осажденный. Цион единственный во времена Аказа, как вы помните, он выстоял, его не смогли захватить, но вся картина очень печальная. Цион, как шалаш в винограднике, как сарай на бахче. А виноградник этот не защищен, его разграбили и разграбят. И Цион на положении осажденного города. Еще раз могу вспомнить, что это ситуация примерно во время Аказа. А шалаш здесь в винограднике. Ну да. Если бы Бог воинс не оставил нам уцелевших, были бы мы почти как с дом, похожи были бы мы на Амору. Здесь говорят, что Ишаягу, у каждого пророка есть свобода выбора, и каждый пророк старается передать те мысли, которые приходят ему к сердцу. И точно понять, как это происходит, очень трудно. Но бывает, наверное, точно бывает пророчество, когда говорится, иди скажи так, и так, и пророк идет, повторяет слово и в словах. Бывают пророчества, когда на пророке лежит задача выразить мысль, передать ее, донести до людей. И у него нет этого точного указания, какое слово сказать сейчас, а какое сказать потом. И вот здесь комментаторы говорят, что Ишаяу говорит от себя, в том смысле, что он пытается выразить мысль Всевышнего своими словами. И он как бы перебирает. Нельзя было говорить о Сдоме и Аморе, потому что это сравнение очень тяжелое, сравнение сыновей Израиля со Сдомом и Аморой. И хотя он вроде бы не сравнивает еще сыновей Израиля, но уже видно как бы психологически, с точки зрения психологии, можно понять, куда его мысли клонятся. Он бы хотел сказать, что сыновья Израиля похожи на Сдом и на Амору. Наздом, где жестокость превратили, Наздом и на Амору, где жестокость превратили в закон, где запрещают помогать бедным, где потерпевший всегда будет осужден. То же самое происходит и в Иуде, в Иерушалайме. Видно, что он здесь больше обращается к Иуде, чем к Десяти коленам. Но то же самое можно было бы сказать и по поводу Десяти колен. Так что говорят, что Ижаял бы здесь зря употребил сами эти слова Сдом и Амора, хотя он еще полностью не сравнил поступки сыновей Израиля с тем, что было Сдом и Амора. Но следующее же предложение, поскольку он начал психологически, он перешел на недопустимый уровень. «Слушайте слово Бога правителей Сдома в немните Торе всесильного нашего народа Аморы». То есть он уже говорит, что сыновья Израиля, они Сдом, правители – это Сдом, а народ – это Амора. «Зачем мне множество жертв?» «Говорит Бог, присытился я всесожжениями баранов и жиром откормленных животных, кроме быков и молодых баранов и козлов не желаю я». Здесь мы можем представить себе еще раз, что Ишая уйдет со стороны земли, что если вы будете молиться, учить Тору, приносить в храм, приходить в храм, приносить там жертвы, это не поможет, пока вы не исправите дела между человеком и человеком. Маше в его ситуации после выхода из исхода он несколько иначе подходил к вещам, и главным для него было влияние Тора, влияние духа Тора, духа Всевышнего на народ. Затем не множество жертв наших. Отсюда часто те, кто против жертвоприношений, говорят, что и пророки были против жертвоприношений, но понятно, что нельзя так читать текст, это получается притянуто за уши, здесь ничего подобного, и Жаял не имеет в виду. Он имеет в виду очень простую вещь, который он говорит, что когда не соблюдаются законы, законы между человеком и человеком, то Всевышнему не нужно служение Нему. Понятно, что нельзя на воровые, прямой запрет на воровые деньги купить жертву, ну, а если это деньги не ворованные, если это богатые люди, которые у власти, которые установили непомерные налоги, ну, тут как-то непонятно, середина на половину. Скорее всего, можно купить жертву. Всевышний говорит, это как бы по вашим представлениям, в земном суде, если вы придете в суд и спросите, можно ли мне купить жертву на мою зарплату, которую я получаю с налогов, ну, тебе скажут, что можно, конечно, можно, да, а в небесном суде нет. Тебе скажут, что ты же сам установил такие налоги высокие, да, с которых ты теперь получаешь зарплату, а люди беднеют, и ты хочешь приносить жертвы, нет, это так, так не пойдет, да. Зачем мне множество жертв ваша говорит, бог пристил себя в свернении мимо баранов, это еще понятно, что это в то время, когда Ахаз не закрыл, не закрыл храм где-то на третьем, на четвертом году это было правление, как мы помним, что он закрыл храм, и в храм нельзя войти, и если бы это было так, то тут не нужно бы, не правомерно было бы говорить, зачем мне множество жертв ваших, да, потому что он запретил уже это приношение, превратил храм в капище служения идолам, да, и, конечно, это напоминание напоминание всем тем, кто стремится построить храм, и всем тем, кто стремится служить Всевышнему, всем сердцем напоминание, что дела между человеком и человеком, они должны быть прежде всего на высоте, для того, чтобы служение Всевышнему принималось, когда приходится созерцать лицо мое, кто же это просил у вас, топтать дворы мои, один из моих сортовых плакал, когда он доходил до этой фразы, правда, если представить себе, то это очень тяжело, люди приходят по множеству во дворы храма, для того, чтобы исполнить заповедь все рейя, чтобы показаться в храме, или даже, как бы, условно говоря, образно говоря, посмотреть на Всевышнего, почувствовать его присутствие, что явно как будто ты его видишь, приходят люди, стремясь к Всевышнему, он говорит, «Зачем вы топчете дворы мои? Зачем вы здесь нужны?» И сама в себе фраза, она очень тяжелая, но, опять же, это сказано для того, чтобы напомнить человеку, насколько важен его моральный, нравственный уровень в жизни, и от этого зависит, насколько его служение Всевышнему принимается. «Не просите больше, не приносите больше напрасного дара воскурения, дара воскурения отвратительное, это мне, начало месяца и субботы и праздничного дня не могу вынести беззаконие в собрании праздничного». Даром напрасно все же называют то, что приносят люди, не раскаившись, не исправив свои дела. Может быть, мы с вами говорили даже, может быть, несколько раз, но я хочу напомнить, что очень интересная ситуация. Есть виды ритуальной нечистоты, которые не позволяют человеку зайти в храм и принести жертву. Есть, как вы помните, три-четыре вида источников нечистоты, это умершее тело, это восемь видов, это трубы, восьми видов признакающихся, которые специально отмечены в Торе, они передают нечистоту. Есть болезнь цараат, которая запрещает войти в храм, делает человека нечистым, в отличие от насмока и любого другого заболевания. Она запрещает войти в храм, но при этом не говорится, что человек, который украл или даже, может быть, убил, он не имеет права войти в храм. Человек, который оскорбил кого-то совершенно незаслуженно, человек, который кого-то обобрал, не уплотил работникам, про них не говорится, что они не могут войти в храм. Почему? Почему не говорится? Потому что это само собой разумеется. Может быть, в храм войти еще как-то можно, но приносить жертвы совершенно бесполезно. Они не принимаются. Эти жертвы не принимаются. И это большой-большой очень урок. И представление о Торе, что Торе не всегда говорит о том, что важно, о том, что запрещено, оставляя это на понимание человека, на его... Если у него есть достаточный моральный уровень, то он поймет. Новомесячие праздники ваши ненавидит душа моя, стали они для меня в тягость. Нет больше сил терпеть их. Проблема, когда все лишнее не терпит, жертвоприношение, и когда прострете ладони ваши, отвращу от вас глаза мои. Сейчас речь шла о жертвах, о том, что посещают, приходят в храм, исполняя заповедь, посетить храм в течение трех праздников. Скажем, каждый из трех праздников посетить храм. Речь шла об этом, а сейчас речь идет о молитве. Более того, молитва, она не принимается. Почему? Потому что не услышу я, руки ваши полны крови. Какую кровь? Понятно, что речь идет не об убийстве. Убийства все-таки не было так распространено, чтобы обратиться ко всему народу и сказать, что вы все убийцы, у вас руки буквально залиты кровью. Здесь речь идет о другом. Тот, кто обирает бедного, тот, кто превращает человека в бедного, тот, кто обирает бедного, тот, кто ставит другого человека в тяжелое положение, обманывает, он как бы проливает кровь. Так же, как здесь уж мы говорим о том, что тот человек, который оскорбил другого, он как бы проливает кровь. То тот человек, который обманывает, он, безусловно, обманывает, убирает, он, безусловно, проливает кровь. Не случайно. Деньги в Торе, одной же методике, в Торе для денег, это домим, кровь. И ваша нечестность приводит к тому, что когда вы поднимаете руки, может, на них и нету крови, но я со стороны духовного мира, боится лишь, не вижу на них кровь. И на такую молитву я отвечать не буду. Помойтесь, очиститесь, удалите злого поступков ваших, с глаз моих прекратите вредить. Надо идти друг к другу. Друг к другу. И ваша нечестность, она понижает и духовный уровень. И это также бред, который приносится всему народу. Учитесь делать добро. Добивайтесь справедливости, суда освободите. Учитесь делать добро. Это, скажем, да, иногда слова как-то проскакивают, они кажутся обычными, понятными сами собой. Но если присмотреться, например, эти слова, «учитесь делать добро», они очень глубокие. В обществе устоялись определенные нормы поведения, определенные понятия. И многие недопустимые вещи, они как бы вошли в общество как общепринятые. Всем хорошо известна такая ситуация, когда говорят, ну, все воруют, я тоже ворую. Ну, все обманывают, да, как тут, как говорят, не обманешь, не проживешь. Когда такая ситуация складывается, и уже в привычку, в норму входят отрицательные поступки, отрицательное поведение, а не хорошее поведение, то дальше очень трудно переключиться как бы и начать делать добрые поступки. Надо заново учиться, как поступать хорошо, как делать хорошо, как сломать этот барьер, барьер непонимания, барьер испорченности, который уже существует в обществе, как научиться делать хорошо. Добивайтесь, это обращение ко всем людям, добивайтесь справедливости, суда освободите угнетенного, рассудите сироту, с притеснительным ступилем, убитезо в дому. Здесь дело не только в суде, это обращение не только к судьям, это обращение не только к судьям, в общем-то, в принципе, в жизни так устроено, что человек, принимая какие-то решения, ему гораздо легче, скажем, надавить, притеснить неимущего и беззащитного сирота и вдова. Почему нужно рассудить сироту и вступиться за вдову? Потому что это люди, они, это пример беззащитных людей. Им не на кого опереться, за них некому пойти, попросить, замолвить словечко. Поэтому призыв на судить не то, чтобы потакать их, но, по крайней мере, судить их справедливо. И это обращение к каждому человеку не вырабатывает себе такую привычку давить на слабых, решать проблемы, свои же проблемы, решать за счет слабых. И дальше тоже очень интересная фраза, очень интересная фраза. Приходите и поспорим. Говорит Бог, если будут грехи ваши как кармин, станут белыми как снег, а если будут красные как багрянец, станут как белая шерсть. тут тоже как бы не заглянув как бы в глубину, как бы не посмотрев с той стороны листа, очень трудно понять, о чем идет речь. Приходите и поспорим. Мы видим из этой фразы, мы видим, что люди считают, что они правы, что они правы, что их не в чем упрекать, они поступают правильно. Если ты скажешь судье, ты же несправедливо осудил бедного, а он скажет, как несправедливо, все справедливо, настолько глубоко ушло уже в сознание или даже подсознание ушла привычка давить на бедного, обирать его и находить какие-то зацепки и уловки, чтобы он заплатил, а не тот, кто посильнее, не тот, кто познатнее, что человек скажет, я все правильно рассудил, я все правильно рассудил. И также во всех делах, когда тот продает негодный товар, ему можно сказать, ну зачем надо же такие же правила, ты должен, если у тебя есть недостатки какие-то в товаре, ты должен честно это показать. Не продают кота в мешке, тем более ты продаешь за большую сумму, ты должен показать недостатки товара. Он удивится и скажет, ну как, ну вы пройдите по всему рынку, кто это делает, кто показывает недостатки товара, да, да я же так разорюсь, и мне завтра будет нечего есть. То есть вся эта как бы психология нечестности, психология с дома, когда легче давить на слабого, когда слабый виноват, она очень глубоко проникает в сознание, и люди уже не понимают, и тогда Всевышний говорит, ну, хотя бы придите, приходите и посмотрим, куда придите, придите к настоящим мудрецам Торы, придите к пророку, придите хорошо, придите с тем, что у вас есть, придите с тем, что вы правы, придите к пророку, вот, для того, чтобы спорить с ним и доказывать, что вы правы, то хотя бы так придите, остановитесь на секунду, подумайте, почувствуйте хотя бы необходимость, необходимость доказать себе и другим правоту своего, правомерность своего поведения, вы же уже ничего не хотите, настолько привыкли, чтобы даже мысли не возникают, что может быть что-то не так, может быть что-то не так, с такой мысль не возникает, придите к мудрецу, поговорите, поспорьте с ним, спорьте с ним, говорит Бог, если будут грехи ваши как кармин, стадо белыми как снег, если они будут не кармин, вроде бы, так как говорят комментаторы, мне трудно здесь оценить, но пойдем за комментарием, что кармин это не очень красный оттенок, не такой ярко-красный, да, а если будут красные как багрянец, багрянец гораздо краснее камином, вот, если они будут не очень красными, я сделаю белыми как снег, да, если они будут совсем красными, то я их сделаю белыми как шерсть, да, вот, и здесь тоже есть своя хитрость, прежде всего, что значит они будут красными, да, вот, ну, что значит они будут красными, что значит они будут не такими красными, что они будут совсем красными, да, это в ваших глазах, да, если вы поймете, да, если вы поймете, если вы увидите, что вы действительно поступаете не так, поступаете неправильно, если вы сможете это, если вы сможете это понять, и сможете это осознать, да, хотя бы, да, на на каком уровне, пусть не совсем красные, да, я обелю это как снег, да, если не совсем красные, я обелю это как снег, а если они будут совсем красными, да, если они будут совсем красными в ваших глазах, они будут совсем красными в ваших глазах, то constraint я сделаю белыми как шерсть не совсем белой почему? Потому что вы понимаете, поняли тяжесть греха, и я оставлю вам это на доработку. Если на доработку, чтобы дальше как бы не совсем дальше понимали этот грех, и старались его исправить сами, да, если вы не совсем понимаете и если это не очень красные ваши глаза, ладно, я сделаю как снег кабелю, все сделаю, если вы поняли если это совсем красное то я немного хотя бы оставлю для вас работы, как бы добелить цвет шерсти, довести до света снега за счет вашей работы если вы желаете и будете слушаться будете есть благо земли а если откажетесь и ослушаетесь мечом будете следны и вы уста Бога произнесли приговор мы опять же понимаем, что речь не идет о мести, о какой-то мстительности речь идет о возможности исправить когда невозможно исправить общество то всевышний показал поцелуя и наказание и это наказание изгнания знанию понятно, что он есть в предварительной стадии когда приходят враги и меч и меч и истребление урожая но в принципе речь идет об изгнании и дальше известная фраза можно напомнить что эту главу с этого места 21 предложения читает как автора автора перед девятым мамам когда говорят что встречаются три и х как три слова как встречаются вместе есть слово как в Торе есть слово в Писаниях есть пророк в пророках это вот здесь как стала Бумницей столица столица верная столица верная Давид создавал Иерусалай не только как город где будет построен храм но и как город и мудрецов и людей которые занимаются государственными делами и город пророков мудрецов и пророков понятно почему занимаются государственными делами он хотел чтобы государственные дела велись на таком же уровне как как мудрецы то есть люди которые занимаются государственными делами чтобы они сами были следующие в Торе чтобы они постоянно общались с мудрецами и пророками и он превратил Иерушалай не только в город храма но и в город мудрецов и пророков и людей которые были призваны вести дела на высоком моральном уровне и это он сделал и Шламой этого добился и поддерживал дальше и обучал обучал весь народ Торе построил систему обучения всего народу с Торе и теперь столица верная как верная жена она была а теперь она стала как блудница преисполненная правосудие праведности праведность начинала в ней а теперь убийцы всякий суд несправедливый он как убийство серебро твое стало с примесью вино твое разбавано водой и здесь тоже пророческий образ который требует понимания что значит твое серебро с примесью не совсем чистое серебро в городе вино разбавано водой это все может быть имеет какое-то значение но главный смысл он духовный серебро это образ тяги души ко всевышнему как бы тяги из тяги издалека серебро оно чистое оно как свет звезд далеких звезд вот и самое главное серебро наибрите это кесек а кесуфим это тяга к чему-то далекому что осталось где-то далеко да но очень-очень родной и близко и то к чему ты хочешь добраться вот такое же свойство тяга ко всевышнему есть у человека в душе и серебро как бы символизирует его вино оно символизирует пророчество оно символизирует не призывает его пить ради пророчества наоборот это строго запрещено пить вино ради пророчества но оно символизирует пророчество как то, что отключает разум человека, как пророчество, когда у человека нет собственного разума, и все идет от Всевышнего. Опять же, я еще раз напоминаю, что это символ, а не призыв пить для того, чтобы получить пророчество, что совершенно неприемлемо и не работает. Вино разбавлено водой, твои пророки, они все, как вино, очень сильно разбавлены водой, либо это уже пророки, либо это пророки, которые не выполняют полностью свои функции, не говорят постоянно с людьми, не убеждают их. И серебро, и тяга ко Всевышнему, и пророчество твое. Все серебро с примесями, нет такой тяги ко Всевышнему, и не такое уж и сильное у тебя пророчество. Правители твои отступники и друзья воров, каждый любит взятки, гоняет за заблатой, сироту не рассудит с обидчиком, и спор, вдовы, с притеснительным не дойдет до них. Поэтому так провозгласил победитель бог воинств, мощь Израиля, вот я найду утешение, избавившись от подтеснителей моих, и отомщу врагам своим, речь идет о несправедливых правителях, в данном случае, они обо всем народу. Я вот думаю остановиться или... Давайте, может быть, попробуем досмотреть главу. «И верну твоих, и ушла им судь, и будет, как было раньше, и советника твоих, как в начале дней твоих, после этого назову тебя я город праведности, столица верной». И Шаялу отличается тем, что сказав о грехах, недостатках и наказаниях, он обязательно скажет о будущем. Непонятно, насколько это далекое будущее, но оно как бы припечатано, оно обязательно будет. И утверждение, установление судей справедливых, справедливых, и советников, советников знающих, и справедливых, и честных, как это было в начале дней твоих, то есть когда Иерушала им создавал, Иерушала им и Шламо, я это сделаю, говорит Всевышний, будут судьи, и советники, после этого назову тебя город праведности, столица верной. Только когда я исправлю судей, я назову тебя городом праведности, столица верной. Циён восстановлен судом будет, циён судом будет искуплён, а возвращающийся в него милосердием. Милосердием не будет судака. Можем представить себе, что исправление – это утверждение суда, для того, чтобы в городе был справедливый суд, в городе, в конечном итоге, во всей стране был справедливый суд, а люди умели проявлять милость. В суде не проявляют милость, в суде запрещено проявлять милость, в суде запрещено смотреть, различать лица и проявлять милость. Суд должен быть судом. А вот милость не проявляется в суде. И должен быть суд. И должны быть судьи. Но люди сами по себе, отношения между ними должны строиться по милости. И это интересно, что здесь говорится, что Всевышний ничего не требует. Не требует, по всей видимости, от возвращающихся из обнания. Ничего не нужно нести с собой, ничего не нужно приносить с собой, никакого багажа. Он не требует достижения пророческого уровня, чтобы в народе были пророки. Он требует суда, от судей и милосердия от всех людей. Восставшие против Бога и грешники, все потерпят крах и оставившие Бога исчезну. И оставим эту тему, которая начинает разворачиваться в последних стихах на следующий раз. На початке я хочу спросить вас, если какие-то вопросы, нажимаю в стоп-шер. Вижу ваши все квадратики. Если кто-то что-то хочет спросить, то, пожалуйста, я могу попытаться ответить. Я вижу, что в последнее время я так хорошо начал все объяснять, что никаких вопросов уже не возникает. Нет, простите, это не так. На самом деле, просто настолько насыщенный отрывок, который мы сегодня с вами изучали, что там буквально есть по поводу чего порассуждать много, по поводу каждого аспекта. Давайте следующий урок начинать с вопросов. Просто пока мы ждем кого-то или даже не ждем, пожалуйста, можно и от урока время занять. Начинайте с вопросов. Да, у меня есть, конечно же, вопрос конкретно по теме. Чистота душевных качеств человека – это и есть работа, которую должен человек уделять много времени для того, чтобы его отношения с другими людьми были лучше, правильно я понимаю? Это, да, просто чистота, душевная чистота – это очень сложное дело. Очень трудно ее добиться какими-то упражнениями. Очень трудно добиться какими-то упражнениями. Скажем, вот я буду воспитывать в себе милость. Или вот я буду воспитывать в себе справедливость. Или один день справедливость, а другой день милость. Безусловно, это нужно как-то делать, но это не берется напрямую в лоб. Это не математика, когда можно… Математика может быть тоже изучение закона, когда берется какая-то задача, решается это в математике, а здесь в шуха на руку какой-нибудь разбирается вопрос. Это может быть, но это далеко не все. Человек должен быть тонким, чувствительным. Тогда есть… Я сейчас нажму, я через полчаса перезвоню. Пожалуйста, да, Ефим, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Ефим, были какие-то звуки? Если это технические помехи, то, соответственно, не соотноситесь. Если это была попытка задать вопрос, мы вас слушаем. Можно вопрос задать, да? Сейчас, одну только секунду. А, Рут, вы как бы… Мы закончили или нет? Я не очень понял, что… Мне кажется, что немножечко мы… Ответ Равозеева прервался у нас из-за… Да, окей, тогда, Ефим, слегка, секунду, дождем конца ответа. Трудно что-то добавить. Да, могу только сказать от себя, что я лично не очень верю в книжки, в которых описывается Тикун Медот. Мне кажется, что так же, как я не очень между нами, по секрету всему свету, я не очень верю в то, что можно научиться не вредить языком, изучив досконально книгу Хофицхайма. Да, я в это не очень верю. Я верю в человека в своем. В его тонкость, в его опыт, в его опыт, жизненный опыт, в его умение оценить свои поступки и раскаяться. А не в изучении о том, какая бывает милость. И, как бы, да, ту фразу, которую мы прочитали, мне кажется, она очень глубокая. Для меня она является ориентиром. Лимду, лимду гейтеп. Учитесь делать хорошо. Учитесь делать хорошо – это действительно, как бы, да, работа, сделать хорошо, не всегда, как бы, да. Работа сделать хорошо, да. Делать другому хорошо – это вещь, которую надо понимать и которую надо уметь. Да, так же, как скажут, что надо уметь обмануть, да. Тут поспорить невозможно. Так вот, уметь сделать хорошо – это тоже надо учиться. Да, можно сказать, ли обдель, да. Вот, надо учиться. И поэтому я, как бы, я не очень верю во все книги, в которых описываются текуна, нефиши и так далее, на обмогочительные занятия, которые проводятся по этому поводу. Чтение, чтение Таилим для того, чтобы исправить тот или то иное качество души. Вот, не знаю, может быть, у кого-то есть другой путь. Для меня этот путь неприемлем. А только на, только жизнь, да. Дерихерис Кадмали Туа – это жизнь, это, скажем, действительно смотреть, постоянно анализировать. И с таким намерением, которое нужно тоже в себе воспитать, намерение сделать хорошо, да. И тут очень много всего, очень много всего. Да, Равзе, благодарю. Действительно, очень много всего. Это то, в принципе, с чего начала я свой вопрос задавать. Но вот Мусар, мы изучаем с вами книгу пророков, книги пророков, и Мусар, он именно здесь. Он вот отсюда идёт. То есть это напрямую желание Творца, что исправлять нам в себе, если я правильно понимаю. С этим, ну, трудно с этим спорить. Это, я думаю, что вы очень-очень правильно отметили. Не, ну, это элементарно. Спасибо. Спасибо, Равзеев, за ответ. Я не думаю, что это элементарно. Да, вот, действительно, здесь есть Мусара и проникновение в сознание человека. То, что в Торе не всегда встречается. Это не значит, что Тора хуже. Она просто по-другому. Здесь есть и Мусара, и проникновение в психологию человека гораздо в большей степени, чем Торе, мне кажется. Хорошо. Ефим, пожалуйста, вы хотели вас... Спасибо за возможность. Да, если позволите, я подготовлю вот вопросы к следующему разу по связи вот и Шаягу, и эпохи судей, и с современной нашей, так сказать, попыткой судебной реформы и так далее, и которую, так сказать, она как бы формально, как бы она привязана к эпохе судей и так далее. Я постараюсь корректно задать вопросы вам в e-mail и услышать ответы, какие уже в следующий раз. Хорошо, это если я смогу ответить, да. Если хотите, то я приведу, у меня в семье несколько адвокатов, я приведу, пожалуйста, вот разговаривайте с ними. Ефим, я не забыл про ваш вопрос, про Крувил, какое место они занимают в колеснице, и у меня готов как-то вопрос, ответ какой-то у меня готов, я просто сейчас бы не хотел обсуждать это, может быть, я вам напишу как-то. Спасибо. Хорошо. Ладно. Я благодарен все-таки вам за хотя бы попытку диалога, это очень помогает работать в дальнейшем. Вот, но я не знаю, если нет больше вопросов, то мы тогда закроем наш форум, если кто-то хочет спросить, то, пожалуйста. Да, вопросы есть, добрый вечер. Добрый вечер, пожалуйста. Этот раздел, который сегодня мы прошли, он говорит о таких социальных межличностных отношениях, социальных скорее, и пророк, скорее всего, обращается к властьимущим, скорее всего, правителям, судьям, кто-то, кто имеет власть, не к рядовым гражданам. Вот, и рассудить он предлагает, насколько я понимаю, с пророками. Если вот действия этих властьимущих людей идут в разрез с требованиями Творца, Торы, то рассудить такие действия призван пророк, если мы наблюдаем в нашем обществе, что общество, в первую очередь, нерелигиозно, государственная вот система власти, она базируется на светских законах и пророков нет, то есть ли вероятность того, что справедливость в обществе возможна? Можно ли призывать к этому? Получается, есть ли инструмент к тому, чтобы общество стало справедливым? Я думаю, что инструмент есть, и думаю, что и проблема есть. Инструмент – это очень простой. Не надо врать просто ни самому себе, ни другим. Инструмент очень простой. А то, что касается, скажем, проблем, о которых вы говорите, они существуют не только в нерелигиозном обществе, они существуют и в религиозном обществе. И вся система судов, которые существуют, она требует пересмотра, требует анализа. Есть множество законов, я говорю о религиозном обществе, а в нерелигиозном обществе понятно, что есть проблемы. Но и в религиозном обществе есть проблемы. И они требуют большого анализа, большой работы. Но прежде всего, это человеческий фактор. Без человеческого фактора ничего не будет. Как Леавдель говорил, товарищ Сталин, кадры решают все. Поэтому есть большой призыв к изучению глубин Торы, смысла Торы, изучению пророков. То, чем часто пренебрегают, потому что эти вещи, они формируют сознание человека. С этим можно куда-то идти. Без этого куда идти я не знаю. Потому что никакие нормальные правила, они не способны. Любим правилом нужно уметь пользоваться. Да, это, безусловно, религиозность, изучение Торы. Это, безусловно, путь к моральному совершенствованию. Но, к сожалению, в современном нерелигиозном таком обществе, можно сказать, светском, это, скорее всего, пустые слова. Люди руководствуются, скорее всего, какой-то выгодой. Скорее всего. Почему? В нерелигиозном обществе тоже есть моральные ценности. Тоже есть моральные ценности. Рав Кук говорил так, что до тех пор, пока люди занимаются моралью, они занимаются Богом. То есть, если людей интересует мораль, я понимаю, что моральные ценности, они извращены часто. Но я не думаю, что прямо все общество настолько пострадало, что не о чем разговаривать совершенно. Хорошо. Я думаю, что мы можем продолжить этот разговор в следующий раз. Я благодарю всех большое за внимание. И большое спасибо за внимание и за вопросы. И жду уже следующей встречи с вами. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всем счастливо. Всего доброго.